Истинный монах Истинный монах – это произведение Святого Духа, сказал афонский старец Иосиф Исихаст. Как святой Сеулан Афонский в миру Семен Иванович Антонов, простой русский мужик, солдат и крестьянин стал таким произведением, стал истинным монахом. Об этом наш фильм. Утро 20 августа, Афон. Русский Свято-Пантелеймонов монастырь. Честная глава преподобного Сеулана покидает пределы обители. Святыня впервые отправляется в паломничество по России. Надеемся, что преподобность Сеулана, воплощение русского мунашества тоже принесет облегчение, поддержку, помощь, разрешение проблем, которые действительно много в этом мире. Отцы и братья просили святых молитв, чтобы благополучно наш был путь. Будем ждать, молиться и ждать. Возвращайтесь. Это русский Свято-Пантелеймонов монастырь на Афоне, где 46 лет подвязался Сеулан Афонский. В этих храмах он молился, на этой мельнице трудился, нес послушание эконома. В этих кельях во время ночных бдений он записывал свои мысли и духовные переживания. Наш преподобный старец Сеулан Афонский – это величайшее явление в жизни православия. Именно благодаря ему я пришел на Афон. Одна из первых книг, которая тогда мне попалась на моем пути, – это знаменитая книга, которая выдержала уже миллионы изданий, и на ней воспитывалось уже не одно поколение. Каждая афонская обитель имеет свою сокровищницу. Есть святые артефакты, и в этом свято Пантелеймоново монастыре. Среди святых мощей – настоящая реликвия, честная глава Силуана Афонского. Такого уровня святой – это явление вселенского масштаба, явление сверхновой звезды. Вот эти две святыни, которые мы сейчас везем, – это и глава старца, и икона. Если ты будешь обращаться с верою к этим двум святыням, свет вечности будет литься и исцелять твою душу. В 1866 году в селе Шовского Лебедянского уезда Тамбовской губернии, сейчас это Липецкая область, в многодетной крестьянской семье Ивана и Серафима Антоновых, родился мальчик, крещенный в местной церкви, нареченный Симеоном. Село расположено на старинном тракте Лебедянь-Раненбург. Когда-то было богатым, с многочисленными усадьбами, утопавшими в зелени садов. Еще в начале 20 века здесь насчитывалось 363 двора, тысяча душ мужского и тысяча душ женского пола. Сегодня все не так, к сожалению. Семья будущего святого была самой обычной русской семьей для того времени. Отец, мать, пятеро сыновей и две дочери. Главной добродетелью в воспитании детей были почитания родителей, молитва и труд. Все, что не делаешь, делай с молитвой. Этому учил маленького Семена, его отец. В то время в крестьянских семьях это было традиционно почитание Господа Иисуса Христа, исповедение веры. И этому способствовал крестьянский устрой жизни тогдашней России. Иван Петрович был очень добрым человеком, как вспоминал впоследствии сам старец. Я в меру отца моего не пришел. Он был совсем неграмотный. Даже отче наш читал с ошибкой, говорил днесть вместо днесть. Заучил в церкви по слуху, но был кроткий и мудрый человек. Преподобный Силан очень много от него научился. И вспоминал, будучи уже монахом на Святой Горе. Говорил даже, что если бы был у него старец, он хотел бы, чтобы такой старец был похож на его отца. Однажды шли они с отцом мимо полей его. И Симеон заметил, что были украдены снопы на поле. И он говорит, отец, смотри, у нас украли, то есть кражи у нас. А отец ему невозмутимо говорит, э, сынок, если люди взяли, значит им надо было, а нам Бог пошлет. Но однажды чистая и наивная вера отрока подверглась испытанию. Случай этот произошел давно, более ста лет назад, когда в Россию пришел век прогресса со своими пророками. В избу Антоновых зашел Книгоноша, оказавшийся нигилистом. Как ни странно, этого человека в дом пригласил сам отец будущего монаха. Он уважал грамотных и образованных людей. Но вместо душеспасительного норовоучения Книгоноша вдруг начал убеждать родителей Симена и его самого, что Христос не Бог. И Бога вообще нет. Где он Бог-то? Спрашивал, смеясь, безбожник. Гость ушел, а мальчик в сомнении спросил отца, как ты меня учишь молиться? А вот он говорит, что Бога нет, на что отец только махнул рукой. Я-то думал, что он умный человек, а он оказался дурак. Не слушай его. Но в душе мальчика все равно зародились сомнения, над которыми он размышлял еще очень долгое время. И полностью не разрешились только на Афоне. И тогда, в детстве, у Симена произошла такая борьба. Он стал искать Бога. И сказал, что когда я вырасту, я обязательно пойду искать Бога. Симен вырос дюжим парнем, с поистине богатырской силой. Вот как писал о его силе и романах Сафроний. Однажды на Пасху, после обильного мясного обеда, мать предложила ему яичницу. Он не отказался. Мать сварила ему целый чугун, до полусотни яиц. И он все съел. В праздники иногда ходил в трактир. Были случаи, что он выпивал за один вечер 3 литра водки, но пьяным не бывал. Однажды в сильный мороз сидел он на постоялом дворе. Один из постояльцев хотел возвращаться домой. Пошел запрячь свою лошадь, однако скоро вернулся, говоря, «Беда! Нужно ехать и не могу. Лед обложил копыта. Она от боли не дается отбить его». Семен говорит, «Пойдем, я тебе помогу». На конюшне он взял лошадь за шею и говорит мужику, «Отбивай». Лошадь стояла, не шелохнувшись. Мужик отбил лед с копыт, запряг и уехал. Трудился он с братьями в артели имения князей Трубецких. Там же была кухарка, которая ходила на богомоле и посетила могилу широко почитаемого затворника Иоанна Сизиновского. В артели говорили о святом Иоанне. Во время такого разговора 19-летний Семен подумал, если он святой, то значит, Бог с нами, и незачем не ходить по всей земле искать его. Тогда в юношеском порыве он захотел уйти в Киево-Печорскую лавру, но не посмел ослушаться отца, который сказал, сначала послужи царю и отечеству в армии. Вот это оставление в миру угосило этот пламень ревности. Он стал заниматься вот такими мирскими как бы утехами, играть на гармошке, даже впал в какие-то грехи. Парнем он был рослым, сильным. Умел зарабатывать, умел и веселиться. За что считался среди девок завидным женихом. Однажды на сельской гулянке произошла драка. Пьяный сапожник, хвалясь перед девицами, пытался забрать у Семена гармошку. Сначала подумал я уступить, но вдруг стало мне стыдно, что девки будут смеяться. Я сильно ударил его, рассказывал в старости святой Силуан. Он далеко отлетел от меня. Я думаю, убил. Но, к счастью, сапожник остался жив. Вскоре после этого случая Семен увидел сон, как змея через рот заползала в него. Почувствовав омерзение, вдруг услышал женский голос. Что мне неприятно видеть то, что ты делаешь. И он потом вспоминает, когда, будучи уже в монастыре, он говорит о том, что сама Матерь Божия явилась, но из-за того, что он был во грехе, он не видел Пречистую. Но вот этот кроткий, тихий голос Божьей Матери, он говорит, что нельзя этого спутать ни с чем, остановил его от греха. И он уже обратился к Богу, стал усердно молиться, проститься, исполнять заповеди Божии. Вскоре Семена забрали на военную службу в Санкт-Петербург. Саперный гвардейский батальон. Возможно, отец надеялся на то, что строгий распорядок солдатской жизни изменит душевный настрой сына, а юношеские мечты о монашестве понемногу войдут в спокойное русло мирского благочестия. Расчет был верным. В казарме при многолюдстве и постоянной занятости держать ум в молитве было трудно. Душа страдала от суеты, от голода по молитвенной жизни. Часто, когда он был в увольнении со своими служивцами, он сидел в трактире, как он вспоминает, и был молчалив и задумчив. И сослуживцы говорили ему, говорит, Семен, странный ты человек, мы тут веселимся, пьем водку, а ты, говорит, такой молчаливый и задумчивый. На что он отвечал, говорит, что вот мы с вами здесь пьем, веселимся, служим музыку. А на фоне, говорит, бедение сейчас. Находясь в армии, он своим сослуживцам давал очень такие хорошие, нужные советы, связанные с духовной жизнью. И впоследствии сослуживцы отмечали, что вот эти рекомендации, советы, которые были даны Силаном, они явились вполне оправданными. У одного товарища по службе жена в деревне изменила ему и родила ребенка от чужого человека. Обманутый муж решил выгнать ее из дома. Но Семен посоветовал другое, просто простить. Силан Афонский ему такой дал, на самом деле, с точки зрения мирского человека, неверующего и непонимающего, что это, какой-то вообще непонятный, особенно вот в наше время, совет о том, что ты не думай ничего, а прийди и прими этого ребенка, как своего сына. И через какое-то время он получил письмо от этого солдата с огромной благодарностью. Он сказал, что он послушался его совета, сам проявил любовь, проявил снисхождение и проявил прощение к своей жене, что Господь покрыл настолько, что никто даже не посмел ни попрекнуть его, ни усмехнуться над ним. Вот какой-то грех, человек должен молиться, и та ситуация, которая дана, он должен ее проходить правильно, то есть по совести, по любви Божией, но не по злобе человеческой. Он окончил свою службу в гвардии, перед разъездом солдат по домам отправился к широко известному тогда священнику-отцу Иоанну Кронштадтскому. Просить юноша хотел благословения на уход в монастырь. Отца Иоанна он в Кронштадте не застал, поэтому оставил для него коротенькую записку. Суть которой сводится к тому, чтобы он благословил его на монашескую жизнь, чтобы мир его не задержал. Как он отправил эту записку, он стал ощущать вот такой пламень огненный, который его окружал на пути на Афон. Это адское гудение не оставляло его ни на минуту. Он вернулся домой в Шовское, и через неделю Семен отправился на Афон. Я любил поля, весь свет Божий, как он красиво создан. Но с тех пор, как я познал Господа моего, и Он пленил душу мою, все изменилось в душе моей. И я уже не хочу смотреть на этот мир, но душа моя непрестанно влечется в тот мир, где живет Господь. Приехал на Святую Гору осенью 1892 года. В формуляре Свято-Пантелимонова монастыря о преподобном написано немного. Схимонах отец Силуан, мирское имя Семен Иванович Антонов, крестьянин Тамбовской губернии, Шовской волости и села. Родился в 1866 году. На Афон приехал в 1892, в мантию пострижен в 1896, схему в 1911. Послушание проходил на мельнице, на Каламарейском метохе, в старом Нагорном русике, в экономии. Скончался 11 сентября 1938 года. На Афоне Семен влился в монашескую жизнь довольно быстро. Сперва, согласно афонской традиции, он несколько дней провел в одиночестве, в келье, вспоминая все сделанные за жизнь грехи. Он записал их, чтобы ничего не забыть, и исповедовал духовнику. Монах сказал ему, что исповедью простились ему грехи. Иди с миром и радуйся, что Господь привел тебя в эту пристань спасения. Семен получил новое монашеское имя, Силуан. Его послушание в монастыре была работа на мельнице. В то время в нашем монастыре, здесь на Афоне, жило только в самом монастыре 2000 людей. Случилось так, что на мельнице не осталось ни одного человека. И тогда Силуан, имея от Бога великие физические данные, возможности, сам выполнял послушание за 10 человек. Сейчас даже трудно себе представить. Ворочал мешки огромные с зерном, с мукой. Не щадил себя. Можно было там передохнуть, так он время отдыха отдавал молитве. Ночью молился, в нем работал. После этой работы Силуан внес послушание эконома. Он отличался непосредственно любовью ко всем людям и ко всем тем, кто окружали его. Он знал имена всех людей, которые у него работают. На его участке шла качественная и самая быстрая постройка. Потому что он молился и среди простых рабочих не было ссор и скандалов. Когда была куплена паровая машина на лесопилку, то один из монахов при старце начал нахваливать. Машина была немецкая. Нахваливать, вот какие немцы умные, какие они хорошие машины делают. А вот мы русские, типа, нам до них далеко, и мы там отсталый народ, и так далее, и так далее. И старец Силуан ступился за свою родину, за Россию, сказал, а почему ты так ругаешься? Зачем ты так говоришь? А тот монах накинулся на старца Силуана, что что ты, мол, понимаешь, ты там не очень такой, сякой, а за такие. А что старец удивительные слова, простейшие слова сказал. Он сказал, ты когда-нибудь слышал, чтобы я осудил хоть кого-нибудь? Он развит, был хорошо и физически, и духовно. Черты лица отражали его духовный мир. Он был спокоен, уравновешен, сосредоточен. Спал новый монах Силуан по два часа в сутки. Не больше, и то урывками, по 15-20 минут. Такой подвиг преподобный взял на себя, поскольку изнемогал от тяжелой бесовской брани и старался ни на минуту не оставлять молитву. Молился в келье, сидя на скамеечке. Даже пишет о том, что он подвязывал руки веревкой с тем, чтобы не уснуть. Мы поднимаемся сейчас на место подвигов преподобного Силуана, где он начал свой монархский путь, будучи послушником. Первые его молитвенные опыты в духовной жизни и богообщения здесь вот как раз мы видим мельницу, на которую он подвязался. Вот эти огромные мельничные жернова, на которых падала вода. И вот это храм, в который мы сейчас войдем, где он молился и получил первое такое откровение от Бога, то есть богообщение. мельничные Этот предел, как раз тот храм, где молился преподобный Силуан. Однажды, доведенный до отчаяния, он закричал, невозможно умолить Бога. И он был в таком состоянии, близко к отчаянию, он молился с таким воплем, потому что он был в таком состоянии богооставленности. Терзаемый, сомнений в промысле Божьем, Силуан пришел в храм. Взглянув на икону, он с болью обратился к Господу с молитвой. «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя!» И как только он произнес эти слова в иконе, ему появился образ Божий на некоторое мгновение. И вот этот образ Божий заполнил огнем все его сердце, все его тело. И если бы Господь задержался еще одно мгновение, то Силуан бы этого не выдержал, потому что Господь – это пламень огненный, Он обжигает. Он не мог забыть тот кроткий, всепрощающий взор Господа, который буквально передал Ему состояние вот этой вселенской любви. За 40 или 50 лет своей жизни, уже после явления, Он говорил, «Я не могу ни на кого разгниваться, не мог ни на кого разгниваться». Другие там осуждали, там и все прочее. Но Он никогда никого не осуждал. Он не мог уже осудить. Здесь вот мы видим фреску «Явление Иисуса Христа преподобному Силуану». Вся жизнь его была пронизана исканием Христа и возвращением благодати Святого Духа Ему. И когда благодать умолялась, то душа его плакала, молилась о том, чтобы Господь обратно вернулся ему и утешил плачущую и стражащую душу. Помысел, посеянный в детстве словами вольнодумного книгоноша, смущал и не давал душевного покоя Силуану, доведя его до отчаяния, пока не произошло это удивительное уверение у иконы Спасителя. Чудо это особенно важно в наш век сомнений и рационализма. Икона Спасителя, у которой произошло это благоявление, существует до сих пор на том же самом месте, где и была во времена Святого Силуана, в храме Святого Преподобного Илии, что на жерновах. Наступил 1905 год. Русско-японская война в самом разгаре. На пороге Первая русская революция. Власти вызвали из-за рубежа всех военнообязанных гвардейцев. Среди них был и Силуан. Но на войну монаха не призвали, по возрасту не прошел. Преподобный Силуан пробыл дома почти год. После возвращения на Афон монах Силуан продолжал смиренно служить Богу. Мы с вами находимся на дорожке, по которой наш преподобный старец ходил из прибрежного русика на горный русик, в котором жили такие же, как он, старцы, подвязающиеся молитве, посте. Все монахи в своей жизни, когда приходит время, мечтает об уединении. Так же и наш батюшка Силуан. Он поднялся наверх и построил себе вот такую вот хижину. Все с тех пор и сохранилось. Это 30-е года прошлого столетия. Все же видно даже до сих пор, у нас здесь на Афоне время не играет роли. Такие, как старцы Силуан, рождаются, наверное, один на миллион людей с такими дарами, которые Господь его наделил. Владычица наша дала ему молитву непрестанно. Он почувствовал любовь Господа к себе и ее хотел передать окружающим. Его двухклассное образование, оно позволило ему впоследствии написать записки, содержание которой очень доступно для всех тех, кто читает. Я еще не знаю, какое будет следующее слово, когда я пишу. И вот это явный признак того, что через него писал сам Господь, Духом Святым. Вот сейчас ночь, 4 часа утра. Я пишу, и каждое слово выходит из моего опера, так что я сам не знаю, как оно является, как оно рождается. Каждый раз, когда я читаю «Житие святого Силуана», меня поражает его простота и одновременно глубина. Простой человек смог постигнуть таинство Божие. Это не так, как со святителем Григорием Паламой, у которого была благословская, философская подготовка. Святой Силуан искренне обращается к простому человеку. Его слово входит в сердце. Это слово чистого Святого Духа. По свидетельству многих подвижников, настоящая жизнь монаха, она внутри, а внешне монах может быть невзрачным или даже еродивым, призывающим на себя укоризны и поношения. И духовную меру того или иного монаха знает только Бог, который сам и прославляет угодников своих, ими же веси, судьбами. С ним жили те, которые обидели его каждый день и удивлялись. Но почему простому бывшему солдату, мужичку из деревни, который не имел даже какого-то среднего, не говоря, академического образования, ходили академики, приезжали за границы, ходили сербские монахи. Последние годы жизни старца Силуана сопровождал его ученик, отец Сафронии, которому преподобный и передал духовный опыт. Перед смертью старец отдал Сафронию свои записи. Они-то и стали книгой под названием «Честная глава Силуана Афонского». Мы прочитали его книгу, и поэтому я попросил у отца Авеля дать мне приложиться к честной главе святого Силуана. Я подошел полканица ей. Меня берут за плечо и говорят, «Простите, отче, он еще не признан на святой, не совершайте земного поклона». Я говорю, «Геронда, благословите, он святой в моем сердце, разрешите мне поклониться». Да будет богословенно. Я совершил земные поклоны, облобызал честную главу, помолился, и потом говорю, «Геронда, благословите мне дать частицу святых мощей». С удовольствием. Он взял святую главу и отрезал мне вот такой кусочек, который я завернул в вату и положил в карман. Когда я спустился в Корею, я нашел там нашего представителя, отца Иустина, и сказал, что был в русском монастыре и взял икону святого Серафима и мощи святого Силуана. Он мне говорит, «Где они? Я хочу приложиться». И когда я вынув их из кармана, я увидел, что они сточали столько миры, что наполнили мой подрязник до пояса. Много мира, сильно благолыхающие миры. И вы понимаете мое волнение после этого? При своей земной жизни на Афоне монах Силуан выделялся своей неимоверной физической силой и неописуемым смирением и добротой ко всем без исключения. Самое главное – это любовь. Та любовь, которую он обладал, она, ну, не всем дана. К сожалению, мы часто используем это слово – любовь, да, но оно, мы его несколько смысл, оно теряет. Потому что истинная, настоящая любовь, она божественна. Она несет такое тепло, умиротворение. И вот старец Силуан именно этим, наверное, и угодил Богу своей любовью, удивительной любовью. Молю тебя, милостивый Господи, да познаю тебя Духом Святым, всенародой земли. В этой молитвенной фразе духовный опыт старца Силуана, который считал, что Дух Святой может обидать только в сердце всем, без исключения желающим спасения. Где нет любви к врагам и грешникам, там нет Духа Господня, полагал старец. И он говорит о том, что если бы мир повернулся в лицо к Господу и прозвучала вот такая молитва со всего мира, то Господь преобразовал бы мир буквально за один час. Это слова Силуана Афонского. Наверное, это главное, что нужно от человека требуется в современном мире. Это то, чтобы мы друг о друге немножко помнили, друг о друге немножко вздохнули где-то, помолились. И если бы мы это все делали, то, думаю, что и мир бы добрее стал, и жизнь бы легче была. Скучает душа моя о Господе, слезно ищу его. Как мне тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне насладиться духом твоим святым, и душа моя возлюбила тебя. Кажется, это простые слова, но, как говорится, где просто, там ангелов до ста. Я думаю, что все святости ищут что-то чудесное. Прозорливость ли, какие-нибудь чудеса, исцеление и так далее. А святость может быть и в простоте. Вот наш батюшка Силуан Афонский, он был простой, святой. Кто часто молится, тот и богослов, учил старец Силуан. Надо сказать, что все грозные события, происходившие на земле в начале и середине 20 века, не занимали старца. Весь его ум, душа, все существо было занято общением с Богом. Для него он жил на этой земле и ему одному служил, будто знал, что все остальное суета. Силуан Афонский настолько был погружен в молитвенное состояние богообщения, что для него процесс богообщения и молитвы стали главным в его жизни. Его записки, такие простые, ждали своего часа. В наш век, когда многомудрые, многословные объяснения веры часто не приводят к результату, вдруг открывается святой, который просто и доходчиво объясняет любому очень или не очень грамотному человеку, почему Бог есть любовь. Как узнать, любит ли меня Господь или нет? Вот признаки. Если ты крепко борешься с грехом, то любит тебя Господь. Если ты любишь врагов, то еще больше то любим Богом. А если душу свою полагаешь за людей, то многолюбезен ты Господу, который и сам положил душу свою за нас. Человека борет страсти, его борет грех. Он, конечно, падает, снова встает, падает, снова встает. Он чувствует, что Господь его любит, потому что в каждом падении, когда он только говорит, Господи, согрешил, прости меня, помоги мне, он чувствует вот эту любовь Божию и помощь, потому что она дает подняться с колен и снова продолжать этот подвиг. Держи ум свой в аде. Пока душа соприкасается с этим огнем, он опаляет и очищает нас от греха. Он задерживает страсти. Мы, как к этому доходцу, мы идем между двух огней. Мы знаем, что есть адские пламени, пламени страстей, но мы знаем, что есть огонь Божественной любви. И вот пришло время, 1938 год. Монаху Силуану выпало собираться в дальнюю дорогу, в Вечность. Старец сильно заболел. Сначала не хотел идти в больницу, но братья настояло, чувствовал, он себя все хуже и хуже, готовясь к переходу в Вечность, отвечал только на самые важные вопросы. В полночь зашел к преподобному монастырский врач, чтобы узнать, как у того дела и не нужно ли чего. Старец Силуан спросил его, читают ли утреннюю. Лекарь ответил утвердительно, удивившись, как больной мог слышать в больничной палате, что идет служба. По окончании он снова зашел к старцу и увидел, что тот уже упокоился в Господе. Это было 24 сентября 1938 года в 2 часа ночи. В тот же вечер старец был погребен. Во времена Советского Союза о Святом Силуане почти ничего не знали. Некоторые, правда, слышали, что был такой монах на Афоне, что после его кончина осталась удивительная книга, но о чем она и что там написано по большому счету никого не интересовало. Но греческие монахи на Афоне решили канонизировать старца Силуана. Но греки были настроены очень серьезно в отношении этой канонизации и было с чего. Перевод книги «Монах Силуан» на греческий язык привел на Афон целую волну послушников, которые возревновали о подвиге именно после прочтения этой книги, что на взгляд многих духовных мужей свидетельствовало о явной святости старца Силуана. 26 ноября 1987 года было принято решение Священного Синода Константинопольского Патриархата совершить канонизацию Силуана Афонского. Это служба, которая поется повсеместно. Здесь первая икона, которую написали в Армилии. Здесь разрешение от Патриархии. Вот подписи. Здесь разрешение от Священного Кенота на эту службу. Подписи членов Собора. А вот пергамент о провозглашении святым Силуана Афонского, который находится в Священном Кеноте. Здесь, естественно, есть утренняя, вечерняя молебна канон. Вот икона, которую написал отец Сафронии. Музыка А, нет, нет, нет. Это Музыка Это Серафим Ермонош Нишаласкаш. Серафим Саровский, Ерман Агасский и Сильон Афонский. Музыка В святцы московского патриархата имя Силуана Афонского было внесено только после падения Советского Союза в 1992 году. Скучая, душа моя, Господи, слезно ищу его. Как мне тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне насладиться духом твоим святым, и душа моя возлюбила тебя. Ты видишь, Господи, печаль мою и слезы. Если бы ты не привлек меня своей любовью, то не искал бы я тебя так, как ищу. Но дух твой дал мне познать тебя, и радуется душа моя, что ты мой Бог и Господь, и до слез скучаю я по тебе. Старец Силуан показал нам свет той крестьянской духовности, которая некогда была присуща всему русскому народу. Это была совсем другая Россия, та самая, которую мы потеряли. Старец Силуан показал, что христианская культура отличалась порой не просто вежливостью по отношению к окружающему миру и людям, но и давала простые, но в то же время точные ответы на основные вопросы, которые волнуют человека на земле. Для чего он пришел на эту землю? Зачем живет и умирает? Ведь основные вопросы жизни просты, и ответы на них давались простые и бесхитростные, но очень точные. Жизнь свою я провел в добре и во грехах, и узнал за 60 лет, какую силу имеет привычка. И душа, и ум могут приобрести привычку, и к чему привыкнет человек, то и делает. Если привыкнет к греху, то так и будет постоянно тянуть к греху. И бесы в том помогают, а если привыкнет к добру, то Бог ему в том содействует своей благодатью. Так если привыкнешь постоянно молиться, любить ближнего и плакать в молитве за весь мир, то так будет влечься душа к молитве, слезам и любви. В своей книге монах Силуан написал однажды потрясающую фразу. Человек словно полевой цветок, все его любят и все топчут ногами. В молитвах преподобного Силуана Афонского все время звучали прошения о мире. Молитвам старец придавал огромное значение. Он в некотором ироде сопоставлял их с пролитием крови за людей. Силуан считал, что благодаря этим обращениям к Богу сохраняется мир, ослабнет молитва и мир не устоит. О народе, слезно пишу я эти строки. «Душа моя хочет, чтобы вы познали Господа и созерцали милость Его и славу. Мне 72 года. Я скоро должен умереть. И пишу вам о милости Господней, которую дал мне Господь познать Духом Святым. И Дух Святый научил меня любить народ. О, я посадил бы вас на высокую гору, чтобы с высоты, и я, вы могли увидеть кроткое и милостивое лицо Господа. И возрадовались бы сердца ваши. Истинно говорю вам, я не знаю в себе ничего доброго, и много у меня грехов. Но благодать Святого Духа изгладила многие мои грехи. И знаю я, что тем, кто борется с грехом, Господь дает не только прощение, но и благодать Святого Духа, который радует душу и дает ей глубокий и сладкий мир». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok